В Омске работа детской поликлиники номер один оказалась парализована. Врачи не справляются с гигантской очередью. Утром в ней было не менее сотни человек. Заболевшие дети вынуждены сидеть на полу и в ступеньках лестницы. Многих из них через несколько часов и вовсе увели родителей, не дождавшись приема. Что произошло и почему через неделю ситуация, скорее всего, повторится, знает Данила Выжевский. Пройти через дебри этой очереди очень сложно, ведь в ней более сотни человек. Люди занимают место с 7 утра, еще до открытия больницы. И говорят, случаются даже драки. Две женщины так и не смогли решить, кто зайдет в кабинет первым. В ход пошли кулаки. Обстановка действительно наколена до предела. Из-за такого количества людей в узком коридоре невыносимая духота. Ни дети, ни родители не сдерживают эмоций. Александра Страмакова заняла очередь еще на крыльце поликлиники до открытия. На прием к неврологу не могут попасть уже несколько недель. Сколько в среднем вы в очереди проводите времени? По 4 часа мы можем даже и не пройти врача. Вот невролога мы вообще еще не можем третью неделю пройти. В понедельник количество людей в очереди побило все рекорды. Все пациенты просто не поместились в коридоре поликлиники. Заболевшие дети, их папа и мамы сидели на ступенях и подоконниках. Вот у нас дети, видите, уже здесь сидят, они у нас уже лежат на лавочках где угодно. Вот это все, там пол коридора и еще на втором этаже, да. Ну то есть я не знаю, тут даже, наверное, не сотнями, да, измеряется. Медики жалуются. Небывалый наплыв пациентов им обеспечили заведующие детских садов. Они поставили жесткие сроки. Ребенок, который записывается в дошкольное учреждение, должен пройти медосмотр до 1 июня. А майские праздники внесли свои коррективы в график работы поликлиники. Наложилась ситуация с праздничными майскими днями. Выпало два понедельника, как раз два дня профилактических медосмотров. Соответственно, все дети с родителями, которые могли бы прийти предыдущих два понедельника, пришли именно 15 мая. В администрации поликлиники обещают, на качестве услуг очередь не скажется. Но привлечь больше врачей они не могут. Даже те, что принимают пациентов сейчас, работают сверхурочно. Сказывается нехватка кадров. Поэтому, скорее всего, очередь в ближайшие недели не уменьшится. А хуже всего то, что вместе со здоровыми детьми, которым всего-то и нужно, что печать в справке, сидят больные, которым требуется медицинская помощь. И как можно скорее. Данила Выжевский, Александр Рябуха и Алексей Попов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости.